Я работаю в области философии, и интерес мой сосредоточен на самом феномене свидетельства, его условиях. Очевидно, что это достаточно широкое явление. С одной стороны, мы можем сказать, что кто-либо на улице случайно оказался свидетелем некоего происшествия. С другой стороны, есть глубокое и возвышенное понимание свидетельства. Есть такое понимание, где свидетель, мартирус, выступает как мученик. Так вот, есть ли что-либо общее в основе столь различных смысловых срезов этого феноменса? Попробуем присмотреться к нему поближе. Скажем, когда в суде в самых разных странах от свидетеля требуют присяги в том, что он будет говорить правду, только правду не чертами правды, и очевидно, что за этим, в общем-то, никогда неисполнимым до конца требованием сказать всю правду стоит некое указание на комплекс нравственных условий, которые вообще обеспечивают адекватность свидетельских показаний. С другой стороны, когда, скажем, мы желаем поделиться некоторыми не общедоступными сведениями, какими-то уникальными данными, которые им не располагали, вот, опять-таки, по обычному душевному опыту канцера человека известно, что для этого необходимо приведение себя в некоторое определенное состояние, какая-то душевная работа над собой, которая должна создать условия, благоприятствующие нашей правдивости, памятливости, независимости от собственных пристрастий, внимательности к данным нашего внутреннего опыта. Все это иногда дается совсем непросто, и действительно можно, очевидно, говорить о том, что здесь так или иначе выражается нечто, что Хайдеген, наверное, назвал бы экзистенциальным устройством, обеспечивающим, казалось бы, такую элементарную способность человека свидетельствовать, о чем бы то ни было. Об этом я в основном дальше и буду говорить. Ну, вот если взять этот наиболее общий концепт, который я уже упоминал, в определенном смысле каждый может быть свидетель. Если говорить не о случайном нахождении какой-то точки пространства, а, скажем так, о выполнении свидетельства, о свидетельстве как реальном человеческом акте, то вот это высказывание «каждый может быть свидетелем». Указывает нам на некоторую повинность человека, на свое родное всеобщую гражданскую обязанность. Каждый может быть привлечен в качестве свидетеля. Ну, скажем, вот, в тот же судебный процесс, когда надо выяснить истину, касающуюся человеческой вины и справедливости. Вот. Что, собственно, происходит, когда человек привлекается в качестве свидетеля, так сказать, выполняет эту свою гражданскую повинность свидетельствовать? Вот. Интересно, что уже и здесь, в суде, от него требуется присягнуть. То есть он должен заявить о своей ответственности перед высшими святынями того общества, которое нуждается в его свидетельстве. Вот. Это мне представляется важным моментом. Отчего? При этом он должен отрешиться от чего-то. Опять-таки это важное слово отрешение, отрешенность, от принимания экономических свидетельствий, как мне кажется. Он отрешается от своих бытовых, повседневных хлопот, проблем, там, необходимости что-то сделать, там, быть, где-то он идет в суд. И вот занимается тем, что дает свидетельские показатели. Он отрешается от своего права своих корыстного использования собственных исков, высказываний. Он не только не имеет права лыкать, как свидетельствия, но он, очевидно, не имеет права добиваться чего-то своего, как бы удовлетворять какие-то потребности своей самости тем, что он приносит свидетельствия. Тем, что он высказывает, как сказать, свидетельские показатели. То есть здесь, как самость, как эго, он, в идеале, молчит. Но вместе с теми правомолчателем, вот он должен высказаться. Высказаться. Высказаться не эгоистически, а в отрешении от собственной самости. Причем тут еще такой, наверное, интересный момент. Вот отвлекаясь, отрешаясь, молча, так сказать, в области своих прагматических интересов, каких-то личностных ориентаций, вот ценностных предпочтений, он вместе с тем должен сохранять рассудительность и здравый смысл. Вот если вспомнить Аристотеля, тут как бы человек освобождается, извлекается, отрешается от, собственно, этического плана своего существования. Но не от диану этического. Не от того, что связано с разумением, с рассудком, с умением судить о том, где добро, где зло, где правда, где неправда. Поскольку ему могут задать вопросы, вот не замечали ли вы каких-то аморальных проявлений поведения человека раньше, скажем ли, что необычного вы видите в той или иной ситуации. То есть он должен сохранять, в общем-то, вполне ясное, презвое человеческое разумение и вместе с тем не иметь каких-либо самостных, прагматических корыстных и интенсивных. Вместе с тем, он и, как свидетель, он не участвует в общественном дискорсе. Не его дело обсуждать поступки, события, факты, о которых он свидетельствует. Он просто рассказывает, показывает своей речью, что произошло. Вот, понимаете, это вот речь, которая направлена на показ, на то, чтобы сделать что-то очевидным, видимо. Вот на нашей конференции уже вспоминали, профессор Химмадрид Иланд Петереймон Манусакис вспоминал о связи слов «витнес» и «видеры». Вот, визуальность, лежащая под почвей, смысловой под почвей, первонарное свидетельство. Это можно сказать и о русском слове «свидеть». Вот, это человек, который что-то всматривает и делает видимо. Вот, следовательно, высказывание свидетеля – это именно показание. Своим словом, своей речью показать, сделать эпидемию. То есть, это апофантическое, как сказал бы Аристотель, высказывание. Апофантическое высказывание, высказывание, делающее нечто очевидным, раскрывающее, обнаруживающее, делающее видимо. Вот, обличение, обнаружение. Вот, это то, что можно очевидно сказать уже о, просто бы, элементарном свидетельстве, которое произносится в суде, к которому человек привлекается. Вот, он исполняет свою обязанность, если он что-то знает, он обязан свидетельство, поскольку от этого может зависеть и жизнь, и судьба другого человека, и других людей. Это свидетельство как обязанность. Но может быть, свидетельство как призвание. Свидетельство намеренное, интенциональное, когда человек по Доброй Боге идет свидетельствовать, когда он выражает этим свою личную инициативу. Опять-таки, здесь может быть много ступенек, много разных граней, но здесь мы уже не только то, что человек, что человека отрешают от его будничных забот, что его привлекают до свидетельства. Это некоторая самоотрешенность, это самоотверженность. Вот контрастным фоном для такого интенционального, намеренного свидетельства поступает, думаю, нельзя не упомянуть о такой точке, которая хорошо знакома в обществах, где существуют или не забыты практики насилия. И вот в живой русской речи до сих пор существует высказывание такое, или, хотелось бы вымерить память о таком высказывании, выбить из кого-то свидетельское показание. Когда человек принуждает, принуждает, но к тому, чтобы он все-таки сам отрекся от чего-то, менее значимого ли не было, для того, чтобы дать требование, которое мы свидетельское показание. Ну, скажем, чтобы он отрекся от прагматического плана своих жизненных смыслов ради плана витального, связанного непосредственно с сохранением жизни. Но, тем не менее, это самоопределение, поскольку человек, это самоопределяющийся существо. Здесь, говоря о таких нижайших уровнях намеренного свидетельства, я хотел бы вспомнить одно такого неожиданного, быть может, в этом контексте персонажа, Смердякова из Ивана Брасия Караманцева. Ведь насколько потрясающе глубока, вот, и не с тем, равнится на каким-то совершенно своеобразным моральным пакосам вот сцен этих свиданий Смердякова с Иваном Караманцевым. Смердяков, он, в общем-то, совершенно опустившийся, разложившийся человек, который страдает подручей, который на грани жизни, вот, он все потерял. Он махнул на рукой на себя, на Смердь Божий, на других людей. Вот. И вот из этой своей полнейшей отрешенности от всего, он вдруг высказывает Ивану потрясающую нравственную правду, которая страшна, которая преобразует все поведение, все, что есть в Иване. Вот. Это вот, вот такое свидетельство мне из, ну, вен, собственного ничтожества, когда, как бы, как это было, была мечта с этой своей прежней жизнью. Как бы, полет опустошенный, в общем-то, ничтожный по своему содержанию души, но, руинами своей такой же мягченой мечты. И вдруг в этом появляется какой-то такой жесткий нравственный папа свидетельства, вот, который потрясает Ивана. И вот, и вот, и вот, и вот в πουнемцовый момент этого объяснения, этого разговора Смердь Божийов, кто к нему говорит, что и в таком, на теплую. И вот здесь тоже указание на некое высшего. Бог с проведением, говорит, Смельденков. Понимаете, вот свидетель в суде приносит присягу. Тоже упоминает высшее начало бытия, присягая перед Арсаветом. Вот я говорил, это апофантическое высказывание. То, что свидетельствует человек по существу в пределе перед Богом, очередное говорит о том, что свидетельствует он так же перед миром Божьим, что слово «свидетельство», апофантическое слово, это слово, дискуссия открытости, слово, которое призвано преодолевать различные горизонты бытия. Быть ясным и чётким в самых разных семантических полях. Это мы видим вот и на примере того типа свидетельства, о котором я говорил. Ноты Смельденкова, что у него есть открытая ненапись к Иванову, призрение даже какое-то к нему. Кстати, это прекрасно сыграл Валентин Макуллин в известной теме Куирьева. Вот такое преображение, что есть к Иванову в его сцене. Но вот с другой стороны, наверное, амплуа свидетеля в последнем, в последнем столетии, в 20-м столетии выступает очень многогранно. И вот эта отрешённость, опустошённость, как бы самозаброшенность человека в его жизненном контексте, она может сочетаться и с добротой, с внимательностью, с такой ласковой сопричастностью. Может быть, да, немножко поверхностной, немножко бегущей такой сопричастностью к тем людям, с которым свидетель не сливается воедино, но к которому сочувствует и тепло отношения, с которыми он сын. Вот мне кажется, очень давнему читательскому впечатлению, проследить вот у Фолкнера в его знаменитой трилогии, есть вот образ такого свидетеля человека, что поставил, как бы, отрешившегося от своей личной жизни, вот, но вместе с тем очень бережно и тщательно отвлекающего вот в эти глубкие обстоятельства, вот эти сложные фолкновские ситуации, вот, и замечающие их понимание путь для себя, для других. Вот есть там такой Владимир Кириллович Реклифф, может быть, я ошибаюсь, но именно в этом конкретном впечатлении, но такие образы в литературе XX века, очевидно, не редкость. И вот вместе с тем, очевидно, существуют и такие контексты, когда человек становится свидетелем не потому, что жизнь не сложилась, не потому, что он потерпел к эту строку какую-то в ней, вот, а потому, что ему открылась правда, потому, что он понял что-то в жизни, о чем необходимо действительно говорить, что необходимо показывать другим людям, и ради чего можно оставить все свои прочие попечения и жить, быть только этим, только в этом. И вот здесь, мне кажется, можно было бы уже говорить о некоторой антологии свидетельства, вот, когда мы можем сказать не о том, что человек как-то может быть привлечен, быть призовом в качестве свидетеля, а то, что для него раскрыто бы много существования, быть свидетелем, когда быть для него и означает свидетельствовать. Все видно, вот, духовное, религиозное свидетельство, как свидетельство такого рода, когда человек живет как свидетель, когда он свидетельствует не только какими-то своими высказываниями, словами, но и своей жизнью, своими поступками, вот. Как это можно представить, вот, в эсоциальном плане? Ну, быть свидетелем, вот, это такой момент очередной, когда свидетель, как сам отражает себя со своим свидетельством, когда он живет, как некоторые свидетельства, когда свидетельствование не означает для него жизненный процесс. это, ну, с одной стороны, некоторое исчисление, что, вот, так, вот, вхождение, впитывание в субъективности свидетеля, то, о чем он свидетельствует. Вот, он доказывает правду, свидетельствует о том, что ему дано знать и понимать, вот. Вот, но, с другой стороны, вот такой свидетель, как свидетельство, вот, свидетель, смысл бытия, которого состоит в его свидетельстве, вот, это свидетельство само себя порождающее, само себя высказывающее и до какой-то степени само себя интерпретирующее. Тут есть такой герметичный момент, и об этом тоже я вот слышал в выступлении профессора Архимандрита Иоанна Пантелеймана Моасакиса. Вот, действительно, при всей своей нежелаемой беспристрастности свидетельство не может не быть герметичное, не может не содержать в себе некоторые предпосылки того, чтобы его поняли, и того, как его следует понимать. Всякое свидетельство в этом плане не свидетельство о другом. Вот, интересно, к какому другому? Вот, есть ближние, есть дальние. Вот, ближние, очевидно, не нуждаются в свидетельстве, в том плане, что ближний нам поверит и без нашего свидетельства. Он нам поверит. Вот, свидетельство, как афантическое высказывание, как слово, которое обязано сохранять тождественность, константность в разных пространствах, в разных культурах, в разных общностях. Вот, вот оно опросено к даме. Или, если исходите с того, что все люди в каком-то смысле ближние друг к другу, то к тем нашим ближним, которые для нас далеки. И они должны услышать. Свидетельство должно дойти до них. Вот, свидетельство в этом плане действительно обращено к другому. И в этом плане вот еще одна очередная ипостась свидетеля. Свидетель – это также переводчик. Вот, самое простое свидетельское высказывание – это перенос чего-то, какого-то содержания из моей памяти, из глубин моей души, из моего опыта вовне. Перевод изнутри во мне, и далее во мне все дальше и дальше с одного языка, а другой, поскольку в принципе апофантическое высказывание свидетеля должно сохранять в нем константность. Вот такой вот универсальный переводчик. В этом плане, прошу прощения, такой, может быть, снижающий момент, но вот я представляю, что могло быть такое философское литературоведческое след, скажем, свидетель, что вот, бравый солдат шлифов. Вот, легкомысливый, легковесный персонаж, но это прекрасный экспедиция, в смысле, вот, перевода на какой-то самый простой, самый такой низменный, но общечеловеческий, понятный язык, вот этой правды, в общем-то, страшной правды вот о том, что такое война, что такое обесценивание человеческой жизни, что такое торжество подлости, вот и пошлости, как от этого держать и храниться. Вот, вот, есть момент такой переводимости, вот, в существе свидетельства как такового. И, наконец, ну, самое сложное и самое ответственное, наверное, в этом, в этой теме, для меня, по крайней мере, это вопрос о, собственно, христианском свидетельстве, о том, что такое свидетель верный, христианского понимания. Я тут много сказать, конечно, не могу и не решусь, но вот мне, как представляется, важно, что это действительно образец того, как можно быть свидетельствует, как свидетельство, свидетельство веры, свидетельство верности становится главным нервом жизни, бытия. безусловно, такое свидетельство интенционально, пара вселянцев. Такого рода свидетель хочет свидетельствовать и, в принципе, знает, что он должен за всех свидетельствовать. Вот. С этим связана высокая степень отрешенности. И вас, какая, причем отрешенности не только от своего земного счастья, посеусторонних, извините, логов каких-то, наиболее широком плане. И тут возникает такой согласный. Нельзя ли сказать, что вот отрешенность такого интенционального, намеренного, направленного свидетельства должностующего выявить величие того, во что человек верит, присутствие благодатия мира? Вот. Что оно порождает некоторую отрешенность и оценит конкретных ситуаций, где вот это выявление происходит? Вот. Нет ли в обычном представлении о христианском мученичестве и такого элемента, прошу прощения, но мысль необходимо додумывать до конца, некоторая отрешенность от конкретных из этих ситуаций, ради того, что должно быть в этих ситуациях выявлено? Вот. Когда свидетель такого рода поступает как извлекатель предвиденного, извлекатель того, что вот он докажет свою неизгибаемость своей воли, свою преданность, свою верность, докажет любых обстоятельств. Так и уж важны, так и уж существуют сами эти обстоятельства в их неповторимой конкретности. И вот в этом плане мне представляется, что, в общем-то, очень важная мысль, которую часто можно услышать о том, что, в общем-то, сущность христианской святости, наверное, не столько подвижничества, как он заключается, сколько в силе любви, которая проявляется. Вот для подвижничества как такового, для подвига, может быть, и не столь важна неповторимость обстоятельств, где этот подвиг происходит, а вот для любви нет. Любовь вникает неповторимой. Вот мы можем вспомнить, да, хотя бы, вот, Святого Серафима Саровского, вот, где каждый человек, вот, в десять, когда вот, деточка, как бы, важен был вот в его непосредственной присутствии здесь и теперь. И, наверное, для, вот, Святости, вот этот момент очень важен. Намерена ли, интенциональна ли любовь свидетеля, вот в этом смысле, свидетеля любви Христовой, очевидна намеренность тут есть? Вот, может ли быть намеренная любовь, не оксюморольная какой-то, как это, любовь и намеренность, вот, очевидно нет, и правда, современной жизни нам подсказывает, что иногда приходится быть намеренно, упорственно, как бы, преданными любви, человечности, доброте, и хранить их в таких обстоятельствах, когда, казалось бы, ничто к этому не располагает. Но, может быть, вот самое чудо, которое вот и стоило, и стоит свидетельство о нем, как раз происходит тогда, когда вот в этой намеренной, знающей, чего она добивается, домогается в мире, вот, любви к миру вдруг открывается, вспыхивает, вот, как распустившийся цветок или, как и как роди, любовь нечаянная и нежданная, как чудо снисходящее к человеку, который к ней стремится, который призван свидетельствовать о ней. Вот мне представляется, что вот такая своего рода, если угодно, диалектика подвижничества и любви очень важна для понимания смысла духовного и христианского свидетельства. Вот мы последние, как бы, опять расширяя вот поле наше внимание, представление, представляется, если вспомнить о том, что здесь вообще важный феномен для культуры 20 века, культуры и религиозной, и секулярной, вот, вот, то, может быть, можно сказать и так, что под определенным углом зрения, вот, вообще современная жизнь, часто являет нам такую картину, когда мы все, кто ныне живет, пытаемся перед Богом и перед другими людьми, и для других людей сознательно или сознательно свидетельствовать о том, что человечность в этом мире еще возможна, вот, свидетельствовать либо намеренно, либо ничего.